Павлов Афанасий Афанасьевич. Научный сотрудник отдела истории и этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук. Автор научных статей и монографий по истории. Научные интересы. История Великой Отечественной войны. Жизнь и деятельность губернатора Ивана Крафта. История образования и просвещения в Якутии 18-20 века. Кандидат исторических наук. Добрый день, уважаемые товарищи. Тема БМ-бекции. Губернатор Иван Иванович Крафт. Представитель власти нового мышления начала 20 века. О губернатора Крафта, наверное, вы слышали. Этот человек крупный государственный чиновник, представитель власти в начале 20 века. Он родился в современной Белоруссии. И оттуда с семьей переехал в 1864 году в Минушинскую область Краснодарского края. Иван Иванович Крафт человек в дворянской семье. Отец его служил войсковым писарем небольшого гарнизона. И там растратил большую сумму денег. А также его обвинил в участии в Национальном судьбе движения Польши. Поэтому он был ввешен дворянского титула, звания и переехал в Минушинский край. В общем, Иван Иванович Крафт, когда он повзрослел, стал добиваться возвращения его дворянского звания. Учился он впервые в домашней школе, затем в Перекладской школе. После окончания Перекладской начальной школы, дальше учебу он продолжить не смог. И стал помощником писаря Севе. И за это он получал в месяц три рубля денег. И на эти три рубля, как он сам потом выражался, умудрился он жить. Человек он как работающий, деятельный, быстро пошел в карьеру. И работал почтальоном. Потом устроился в полицейское управление. И стал помощником полицейских. И скоро он познакомился с губернатором Читинской области, Барабашем. Барабаш быстрый гостерабочий способности и назначил себе советника по инородческим вопросам. Так он поднялся по карьерной вестнице. Затем через некоторое время Барабаша назначают генерал-губернатором и степного губернаторства. И уезжает в современный Казахстан. И здесь он тоже подружился с казаками. Выстроил казахский язык. И стал издавать там, редактировать тургайский вестник. Когда стал это помощником губернатора, добился открытия киргизских школ для киргизов. Но, конечно, обучение проводилось на русском языке. И близился с церковниками. Одним словом, он показал себя как хороший администратор. Затем он поступил сотрудником в Министерство внутренних дел. Переехал в Петроград и продолжил свою работу тоже по инородческой политике. И закончил археологический институт. В 1906 году его сенат назначает исполняющим обязанности губернатора Якутского области. Познакомился с теми, кто это раньше работал, с чиновниками. И также он изучил якутский язык. Тут я, как исследователь, пытался найти этого человека, кто учил его якутскому языку. Во всем университете его учил этот известный общественный деятель, голова патруцкого вуза Николаев Егор Дмитриевич. В 1907 году он в апреле месяце приехал в Якутск. Ну, ехал он, конечно, с Иркутска санным способом. И приехал без семьи, без ничего. 27 марта он написал, что выпадет телеграфом. Он уступает 5-го числа губернатором Якутской области. В то время был Якутск небольшим городом. Всего там проживало 9 тысяч человек. И в основном разговаривали все на якутском языке. И быстро нашел общий язык с местными жителями. Губернатор, в первую очередь, он, как приехал, сразу начал обследовать город. Познакомился с делами, документами. И пришел к выводу, что область остается сильно от других центральных областей. И он поставил задачу сделать якутскую область более передовым в своем развитии. И над этим он работал. У него была папка, железная папка, так называемая. Эта папка до сих пор хранится у нас в архиве. Эта папка он вносит все свои планы, все коррективы и прочее. Поэтому он очень сильно работал над этим планом. Чем он известен? Во-первых, он большое внимание удивил землепозванию. Якута в основном сами землепозвием почти не занимались. Землепозвием занимались русские и те, которые живы в перегородах. В основном они занимались выращиванием хлеба и картофеля. Все-таки это картофеля, хлеб, это была основная пища для населения. Он удивил особое внимание и поэтому заказывал лучшие сорта пшеницы, семена, ржи и так далее. В центральной России он купил это. Эти семена привез сюда и потом эти семена он отправил в Колымск, Верхоянск и Вилюйский округ. И здесь они его картошку выращивали, но он в инструкции писал, что эту картошку нельзя есть в первом, втором, третьем году. Так, с каждым годом картошка все увеличилось и в конце концов, в пятом году он говорил, что это можно теперь есть, употреблять пищу. Обратил серьезное внимание развитие скотоводства. Он считал, что якутские коровы и вошади являются искренне местными и они дают большую прибыль для местного населения. И являются они в основном ездовыми и идут на питание. С этой серии он выписал из центральной области несколько лошадей, жеребцов, а также холмогорскую породу. Холмогорская порода коровы у нас в Якутии хорошо переживалась. И до сих пор эта холмогория является одним из лучшими породами в северной части России. Далее он хотел разбивать пушную промышленность, предлагал заводить чернобурки, песцы, песцоби, висить и так далее. Но с этой затеей он договорился с несколькими людьми, местными людьми, они получили неплохие плоды. Ну дальше он занимался рыбной промышленностью. Он этой рыбной промышленностью как занимался? Он, во-первых, хотел сделать консервы. Для этой цели он пригласил одного немца. Тот раньше жил в Архангельске, поэтому имел какой-то опыт, приехал. Но таких у него способностей, работать условий в Якутии, оказывается, не было. И поэтому он в скором времени уехал. Хотя из якутской рыбы можно сделать очень хорошую консерву. Эта затея так и осталась невыполненной. Но он также взялся за устройство дорог. Во-первых, он хотел, чтобы Якутия была присоединена железнодорогой. Этот вопрос он несколько раз поднимал Столыпину, прямому своему начальнику, а также и другими разговаривали на эту тему. Но все-таки государство не нашло денег. В первое время, это до Первой мировой войны, как будто император Николай II согласился с этой затеей. Но в скором времени он тоже отказался, потому что в войне не хватало самих денег. Ну и вот поэтому эта железнодорога была, потом это заброшено. Поднял потом Максим Кирчев-Мосов, доходил до Ставина. Все-таки Ставин как-то согласился на эту тему. И только в 70-х годах началось строительство железнодорогой до границы Якутии. А раньше основным видом транспорта у нас был пароход. Примерно венское пароходство увеличилось в кораблях и ставы ведущим в России. Ну, дальше думал он о автомобильной дороге. Правда, есть байка о том, что он перевез один автомобиль, и это долгое время, говорят, державе пожарной части. Из-за отсутствия запасной части автомобиля это не работало. Ну, все-таки этот человек был очень деятельный. Все-таки он предложил построить хотя бы соединить Якутию с Амурской дорогой, железнодорогой. И там автомобильным путем. Но этот вопрос тоже был решен только перед войной и годом войны. И Якутия появилась в первом автомобиле в 30-х годах прошлого века. Решил упорядочить охоту. А раньше заметил, что, оказывается, местные якуты, страживые, всегда очень хорошо относятся к сурокам охоты. И не нарушают это суроки. И, заметив это, он, например, издаст местный свой закон о запрещении охоты в такое-то время. Время гнездования, время их искрещения. Поэтому, вот, удалось сохранить остатки Собови. Сейчас Собовь тоже находится на грани чесновения. Поэтому тоже требуется сейчас строго контроля над охотой этого ценного зверяка. Ну, дальше пути сообщения у нас улучшаются. Были созданы новые дороги, ковесные дороги, так называемые. То есть, на эти века можно ездить в летнее время. Это с каждым годом у нас расширялось. Поэтому вот с Бьющиком, Овеком и другими вот пригородными поселками связь была очень хорошая. Также он ввел в эксплуатацию телефонные аппараты. В первое время даже чиновник был против. Ну, а зачем этот телефон, когда у нас есть этот курьер, можно его послать туда и обратно. И быстро получил ответ. Ну, а все-таки, когда начал работать первый телефонный аппарат, люди удивлялись. Как это человек говорит издалека, а слышно вот тут. Прямо как будто рядом. Это тоже была большая новизна нашей жизни. Про кинокартин, наверное, вы знаете, первые кинокартины у нас появились еще до крафта. Но, тем не менее, сильное развитие получили при нем. На месте центрального кинотеатра стоял маленький кинозал. Там показывали. Ну, цены были в то время очень дорогие. Например, 5 копеек для общего населения. А те, которые владеют большими деньгами, платили 20 копеек, 50 копеек и так далее. Гувернатор Краф очень многое сделал для медицины. Некоторые говорят, остановка областная больница. Хотя, могли бы сказать, это городская или республиканская больница. Но в то время приняли, как название, областную больницу. В то время машин не было, автобусов не было. Он упорядочил систему движения кучеров. 80 человек обслуживали городское население своими вошадьми. Конечно, они держали эту вошадь в городе. Поэтому вынуждены были уверять за собой, за вошадьми. И поэтому гувернатор им поставил условия двигаться направо и на вебой стороне. А то кто как мог, так и ехал раньше, до этого. То есть движение улиц он регулировал. Ну, улицы у нас такие бывают. Немощенные. Сами сейчас до сих пор, наверное, знаете. В некоторых переградных улицах нельзя ходить. И летом, и осенью. А в то время тем более. А гувернатор, на это дело обратил серьезное внимание, он приказал, чтобы каждый хозяин двора должен сделать там маленький тротуар. От себя до следующего соседа. При его гувернаторстве Якутска началась создавать свое пиво. И специально эти чиновники из Иркутска говорили, что лучше, чем иркутское пиво. Видимо, туда работали чехи. Чешские производители, они знали, как делать это пиво. Поэтому вот иркутское пиво очень в то время ценилось. Очень многое сделал. Он и две сельских больницы. Вот, например, Чуровчинская больница Сокольникова. До сих пор люди вспоминают, что это действительно хорошая больница была в то время. Ну, бандиты со шквей его в годы Гражданской войны. И он оборудовал эту больницу. И причем это Чуровчинская больница. Вечились не только Татлинская, Мегинская. Больницы даже иногда говорят, приезжают туда вечественные городские жители. Больницы были открыты в Среднеколымске, в Ивичске и так далее. Ну, одним словом, больниц стало много в то время. И аптекарей тоже было достаточно в то время. И цены на векарства, упорядочив, чтобы людей не обманывали. Так, он упорядок набил и торговли продуктами. До начала Первой мировой войны Якутск снабжался продуктами довольно хорошо. Вот мясные были у нас очень дешевые, чем, скажем, в Читинской, Амурской областях. Дешевые были у нас мясо. И обязательно те, которые работают с мясом, должны были надеть хороший халат, рукавицы должны иметь, и там эти ножи и прости должны лежать на ткани какой-нибудь. И должны раздать мясо, разделать, раздать покупателям, должны были только рукавицы. Руками они не должны были трогать. Ну, в то время, когда он начал работать, у нас появилась эпидемия воска. Строго следил за тем, чтобы обработать пароходы, пристани и вещи пассажиров и так далее. Он на это делал врату серьезного внимания. В то время удобства не было, поэтому каждый хозяин держал туалет. А туалет он делал, чтобы специально там держал его куворг и так далее. Одним словом, сделал все, чтобы не было эпидемии. Так и случилось, что эпидемии халеры в то время у нас в Якутии не было. Очень многое сделал, две народные образования. Было построено очень много школ. Так, примерно, количество школ у нас увеличилось при годах его работы почти три с половиной раза. У школы учились не только дети богатых, но и учились дети бедняков, инеродцев и так далее, ну, простых казаков и так далее. Вот, одним словом, работа в школе сильно улучшилась. И даже у него была мечта, в этом даже у него документы он составил, ввести обязательно начальное обучение. Это годы советской власти только 30-е годы удалось осуществить. Беспризонных детей было очень много, поэтому уже работали три детских дома, приюта. Богатые люди это держали, помогали, чем могли, и поэтому у нас появилась хорошая услуга для маленьких детей. А чтобы привлечь подростков, он затеял военное воспитание. То есть это записывали всех детей, человек 100, и они каждый день занимались военным делом. Ну, им давали ружья деревянные и прочее, там формы шили для своих детей. И потом они каждый день маршировали по Якутскому. И живак-то много было, они все смотрели на эту затею гувернатора. Гувернатор теперь мог говорить, у нас нищих детей и прочих нет, у нас подростки не нарушают законы. Он мог это сказать, потому что так и было в то время. Вот примерно в 1911-1913 годах вот такие затеи были. И люди с благодарностью вспоминали первые годы советское время, как сумел этот гувернатор Краб удержать молодежь от преступления. Особое отношение он вёл с сильными. Ну, в то время это сильные, это в основном все писали, что это преступники, они враги порядка и так далее. Ну, конечно, уголовника было много, но тем не менее, вот я должен заметить, что, например, в годы венского восстания, когда был расстрел венских рабочих в 1912 году, в Якутске не было никакого инцидента с Павицей. Потому что Павицейские сельные понимали, что Краб им вёл хорошие условия жизни, обеспечивал работу, улучшил питание и так далее. Поэтому, а что буду бастовать против правительства? Поэтому вот этот иркутский генерал-губернатор Князев похвавил, что в Якутии всё в полном порядке. Поэтому губернатор Краб в твоих докладных записках писал, что верно мне области всё спокойно, соблюдается порядок. Он имел очень хорошее отношение с Павицейскими с Ильными. Павицейскими с Ильными он, например, Кузнецова назначил директором музея, работая медиками, учителями и так далее. Ну, одним словом, давал им хорошо жить. И в сельской местности тоже вновь в порядок. Он говорил, например, уголовников надо держать специально в лагере. И пусть они там работают и так далее. Вот, например, в Намском районе есть Хатын-Урях местность, там больных сильных в державе туда, поэтических сильных. И они тоже очень спокойно жили. Его назначил в 1913 году губернатором Красноярского края. Провожал весь Якутск. Так, ну, в Якутске я сказал, что проживало около 8 тысяч человек, а на Пилиссен собралось 5 тысяч человек в то время. Вы понимаете, да? Вот так его уважали. И хотя бы горожанам устроили ему торжественный обед, проводы, он отказался от этого, сказал, что это деньги раздать бедным детям. И поэтому это, конечно, там, при большом истечении народа он поблагодарил за то, что и народ поблагодарил, и церковь, и прочее, все поблагодарили его. Ну, особенно была трогательная встреча с Василием Святым Никифоровым. Никифоровым сказал, что его именем, именем Крафта, будет установленная стипендия для тех, кто учится в центральных вузах. Расстроганный Крафт в связях поцеловал это Василия Василия Никифорова. Это первый случай, когда этот такой человек-губернатор целуется простым человеком. И таким образом, под торжественные звуки гимна он сел в пароход и отправился в Павлене. И до Иркутска вятели на его имя телеграммы со всех концов Якутии. Все благодарили, всех ловили. И таким образом, благодарный Якутий присвоил одно из улиц, его имя. Это имя сейчас, наверное, вы не знаете, какая это улица. Увица носит название Каван-Наршивиди. Великому сожалению. Сейчас, ну, это имя Крафта присвоено перегородной улице, где, можно сказать, добраться только на машине. И решил его сделать почетным гражданином города Якутика. Народ за большой радостью. Он все это воспринял. И до сих пор это его имя, как говорится, живет в наших мыслях. Дальше он был родоначальником Русского географического общества. Он впервые поднял вопрос, что Якутию надо научно изучить. И потом это богатство Якутии, как говорится, дать народу. И таким образом он впервые перед государственным руководством вопрос о учреждении Русского географического общества. И это общество было создано в 1917 году. И хотя его не было, но все равно люди там его приняли почетным членом Русского географического общества. И долго стоя аплодировали, когда было произносено его имя. Так образованная интеллигенция вспомнила о своем губернаторе. Он тяжело забавел. И в 1914 году, в ноябре месяце, он скончался в Петербурге. Его вечерили в Берлине. Но, тем не менее, и немцы в то время тоже не смогли. Хотя болезнь была не так уж страшная. И таким образом он скончался, когда ему было 52 года. В заключение я хотел бы сказать, что все-таки красноярские товарищи более деятельные. Они сейчас снимают кино в Крафте. Меня все материалы взяли. Таким образом, получилось, что мы нас опередили. Это красноярские. Они больше вспоминают о этом человеке. Время подходит к концу. Пожалуйста, задавайте вопросы. Каким образом он выстраивал взаимоотношения с Карлом Лишевичем, архитектором, который украсил наш город теми архитектурными сооружениями, которые до сих пор действительно мы сохранили. И они являются тоже памятниками Ивану Ивановичу Крафту. Действительно, это наш город в то время был деревянным. Вот энциклопедиканство во время Братгауза, там сказано, похож на купеческий поселок. Вот все каменные здания, которые мы знаем, да, этот, сейчас Академия наук, здание Академии наук, библиотека наша, центральная библиотека, а также этот дом художеств, это бывшее казначейство и так далее, все были построены при его жизни этих каменных вариантов. А главным архитектором был Вишевич. Но потом, после отъезда Крафта, случилась авария в одном его здании. Обвинив это Вишевича, он вынужден был уехать, и больше он к нам не возвращался. Ну, человек, он в годах был, и его, имя построенное здание, до сих пор, как говорится, живут и работают. Даже деревянные тоже он проектировал. Так что у него, о нем тоже не надо забывать, о этом человеку, о Вишевича. Мы Ивана Ивановича Крафта имя слышим, конечно, достаточно часто, но вот считаете ли вы его действительно одним из самых гениальных генерал-губернаторов нашего региона дореволюционного времени? И вот это первый вопрос. Второй вопрос. Он, когда к нам направлялся, или когда приехал, ознакомившись с делами, вы сказали, что он поставил перед собой задачу вывести наш регион в число самых передовых в стране. Вот добился ли он этой задачи, поставленной задачи? Можно сказать, что он сделал очень многое. О этом я рассказал все-таки. Но, как говорится, Якутия была самая отставая окраина Российской империи. Серьезно, тут не один крафт нужен, а может быть 5-6 крафтов отриваются, наверное. Он, как человек, спал, говорят, 3-4 часа в сутки, а остальное время он работал. Он принимал посетителей в 6 часов утра и все вопросы он решал самостоятельно. И, конечно, подобрал себе лучших людей, которые в то время, и они ему здорово помогали. Даже школьника принимал, гувернатор. Вот, например, это один из первых закинатей якутской витературы, неустроя Николай. Он дважды посетил гувернатора. Дважды. Во-первых, он его не принял, этот реальный училищ. Во-вторых, из-за отсутствия этих документов, о том, что окончил начальник школы, его не приняли. Во-вторых, он посетил этого гувернатора, неустроя, когда ему отказали. Второй раз получается, да? Вот это, когда ему отказали принять. Ну, все-таки, тогда гувернатор вызвал этого Северского, инспектора по народному образованию, и сказал, что ребенка надо брать, он хороший, самостоятельный человек, надо идти на уступку. Он подготовленный, а раз он подготовленный, значит, пусть вечной дойдет экзамен. Такие условия его взяли реальное училище. Вот так. Ну, дальше к нему заходили студенты. Вот, заходили студенты, например, этот, Ябкина, заслуженный учитель, Якушская Асыр, она заходила и попросили ее отправить на учебу. Гувернатор согласился, дал ему деньги и так далее, и она стала одним из ведущих уставе якутской, а Асыр и стала заслуженной. Вот, такие моменты есть. Так что он принимал всех, несмотря на трудности. Как вы думаете, мог ли Крафт дольше оставаться губернатором Якутии, и какие бы плоды это принесло? Крафт не только был гувернатором, он даже писал стихи, находил время и писал стихи. Он в одном из сихотерей не говорили, пишет, что он побегил этот суровый край, как свой родной, и хочет остаться здесь, ну, сказать, вечно. Вот, но судьба его бросила в другую сторону. Он, семья у него, жена не согласилась приехать сюда, она оставалась в Петербурге, это вторая жена, и с ней больших связей не было. Когда он приезжал в Петербург, обычно он останавливался в гостиницах, жене не заходил. Тем не менее, он платил положенные, положенные деньги ей, ну, как сказать, налоги или что там, эта женщина. На содержание этой женщины гувернатор хватил 25% своего дохода, зарплаты. Вот, такие моменты были. Так что этот гувернатор побегил наш суровый край. Есть даже рассказ, что познакомился с одной якуткой, но, видимо, она не ответила взаимностью. И так у него ничего не случилось. И причем, этот с церковным браком был, этот обвенчен со своей женой. А расставаться никак не мог. Расторган брать не мог. В то время закон потребующий. Все-таки я над крафтом, я работаю и сейчас. Возможно, еще продолжение этой книги будет. Вот. Я получил много материалов от Якутска, Красноярска и также Минишинского края. Вот. Они мне дали много материалов. Теперь я точно знаю, кто его родственники, кто его родители, как он устроился, как он работал в советское время и так далее. Так что, ну, если Бог позволит, я то кончу эту работу где-то сто шестьдесят вит и крапка. Так что, большое спасибо вам за то, что вы меня поддержали, слушали. Так. Желаю вам, как говорится, все равно лучше, успехом работать. и вот это вы работаете, это огромное здание, распространяете историю нашего народа, России. Это все-таки, это у вас огромное богатство, и это пусть это станет членародным достоянием. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»